Всем привет дорогие друзья и обычные любители страшных и необычных игр мы продолжаем играть френдбол это у нас вторая серия значит пришли мы в столовую и нам разрешили типа поесть давайте значит осматривать дальше жуткую поликлинику а то есть психиатрическую клинику так значит посмотрим шоколад вкусный я не люблю горький кофе окей так какой-то мишка картина мама любила рисовать розы так радио сигнал странные так часы настенные часы такие большие и настенные да френд все здесь очень странно мне не нравится эта картина будто мистер освольт смотрит на меня жесть мистер полночь ты здесь да наша главная героиня френд пока очень сильно расстроена ведь мы сюда попали не сами а нас принесли да и тем более вот наш год мистер полночь он где-то в лесу и ждет нас это еще кто привет ты новенький я не видела тянуть нет ты с нижнего этажа ага не думают что мне уже лучше как тебя зовут ты можешь меня убить пожалуйста не пройти пока боже мой так это еще что немного лимонада опа печенье хотя это похоже на какую-то булочку подожди вкусно издобная булочка окей молоко соусы интересно пасту приготовили сегодня судя по виду нет так это же привет привет френд как ты ну так сказать ответим что хорошо я в порядке рада слушать что ты в порядке а теперь иди сестра вы можете открыть желтую дверь нельзя такое спрашивать думаю тебе следует пойти свою комнату так я только что проснулась я не устала тогда займись чем-нибудь другим не беспокой меня да дорогие зрители здесь какие-то злые медсестры это вообще жуть так да дорогие друзья мы тут вообще не одни в этой клинике тут дофига детей которые тоже чем-то да либо страдают я не хочу это я не голодна аху френ уже не голодна увидела вот эту пасту старую блин который уже там приготовлено позавчера так пацана может он нам подскажет не беспокой меня уходи я ем так здесь что и не любит лакать молоко как котик не трогай мой меч и я не знал что он фой ты должна склониться и говорить четче я твой король что ты не король я единственный король всей вселенной склонись передо мной чего забудь короче хрень какая-то дорогие зрители двери всегда закрыта по ночам я не могу выйти и поиграть да нам надо сбегать какой поиграть френ ты что ташка ты мне нравишься да вот эта картина более менее милая так можно с ней поговорить давай поговорим при этой никак дела ты меня не боишься нет зачем мне бояться потому что я умею делать волшебные трюки и могу тебя усыпить волшебные трюки не знал что ты умеешь покажи мне показать не это очень страшно лучше сделай сама не могу я не волшебник я могу дать тебе волшебную вещь правда ухты да волшебную вещь который усыпит кого угодно это удивительно мощный грандиозно держи это подарок забирай аккуратно опа дала пилюлю ладно как это работает понятия не имею окей можно выпить таблитосы охренеть боже мой кстати а вот этот пацан вообще не изменился дорогие друзья такой же сидит здесь маски нет ли нет леди мертва подожди а что там черт они мертвы написано на стенке жесть одно живое здесь что мне казалось ли из окна к кто-то смотрел пожалуйста скажи что ты меня слышишь да проповедник снял всю твою одежду чего как прекрасный те розы правда твоя мамочка тебе не верит чего с чего-чего подожди это призрак вот этот говорит просто мне кажется что это мысли призрака так вы дожди может они прячут тебя потому что любят окей настенные часы такие большие стоп может кофе здесь то подожди давай-ка выключим жесть так подожди можно пойти сюда так вот эта дверь заперта сквозь это ограждение чувствуется промозгло ветерок грусти так таблитосик волшебная вещь которую сыпит кого угодно дорогие друзья у меня вдруг появилась идея да теперь это волшебная булочка сонная сонная булочка точно подожди а вот это можно же объединить с крюком отлично с помощью пояса я могу привязать крюк к чему-нибудь окей так теперь у нас дорогие друзья идея я уже понимаю даже куда нам надо это по ходу применить значит тут сидит злобный охранник какой-то странный тут вообще все злобные дорогие друзья нету к ваще ни одного доброго пока не встретили так отравленная сдобная булочка к охраннику я не хочу никаких проблем поэтому я принесла вам булочку я не настроен принимать что-то от тебя пожалуйста возьмите она сделает вашу жизнь слаще не плевать насколько сладкой будет моя жизнь уходи почему нет возьмите нет оставь меня в покое блин держись подальше от кабинета оставьте в покое да вы заколебали уже так подожди а чё нам тогда делать подожди может туалет прикол вот в этом туалете можно видеть блин это жесть опа подожди так давай-ка за ней пройдем так а это что круто чаще и часы так подожди может куда-то это вот это использовать надо тут нет конечно о чем я думала так подожди а где использовать подожди ну это же где-то можно же использовать даже не буду пытаться лан так отключи пока вот эту жуть все так подожди а вот тут чем так тут вроде закрой пледом ноги старушка на стуле подожди-ка подожди-ка ах настоящие цветы они так сладко пахнут и ящик пуст блин чё нам делать дорогие друзья мы пока что застряли пока застряли пока не знаем что куда фигня какая-то боже мой так подожди может здесь что-то есть в нашей комнате ты медсестры нет погоди-ка у меня идея появилась у меня появилась идея прекрасная идея дорогие зрители кстати я еще вспомнил что мы игру машинариум когда-то давно проходили тоже вот так с помощью мышки решали вот так загадки только там был робот так мне показалось или звонит телефон это подозрительно если я вызову скорую скорую они вряд ли мне помогут я не могу добраться до этих крошечных окон да понятное дело доска пустая никаких рисунков так чё нам делать чё нам делать так подожди может крюк как-то здесь использовать с изограждение чувствуется промозглой ну вот сейчас мы короче попробуем но сейчас этого нет никакой пользы эх да френд боу ты меня как будто слышишь реально изабель она не проснется так чувак у тебя опасная проверка бумага бумага бисера в действии да жестяк хорошо стоп подожди мы же направлялись на кухню у меня по плану вообще было опять снова вернуться на кухню и я сказала марселю о последней доставке он еще не смотрел что ж посмотри завтра он уже ушел домой глэндис сможет сделать одолжение конечно что угодно кроме как отнести охраннику кофе почему нет пожалуйста мне нужно смотреть за детьми у меня другие дела извини у меня короче идея появилась дорогие зрители а что если мы обратно булочку положим про вещи про вещи просто не раб стоп смысле нельзя а ох боже простите милые пальчики этот кофе горячий так руки я уже взяла одну так хорошо подожди так это не работает подожди а к а а как можно использовать я думаю блин а надо короче часто таблетосик выудить у этой опять таблетку как то я не знаю так дожди может может ему предложим сохраню это для того кто нужен нуждается во сне ясное дело блин чёрт подожди я не хочу это я не голодна блин 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 дорогие друзья чё делать это просто какой-то ступор ой так подожди вот-вот-вот не уходи не уходи блин чё-чё-чё-чё мы за ней за ней за ней дорогие друзья сейчас если еще таблетосик выудим эй там дай мне еще таблетку плиз подожди камнишка иван сознат чтобы на нем сидели да блин это слишком банально фрэн так сейчас может она сядет и мы снова таблетку возьмем погоди-ка погоди-ка эй стоп куда она пропала блин да что ж за напасть то такая вообще не понятно куда идти так ну я не знаю вот ваш горячий кофе сэр и смотри что ты наделала безумное стерва-сирота ты сделал это нарочно Теперь надо переодеться Адски жжется, никуда не уходи, маленькая гадина Наша Френ еще Та, так сказать, хитрая Девушка, поэтому Она, так сказать Все, блин, разрулит Не уходи, маленькая гадина Это ты, охранник, не смей даже сюда приходить Наска пустая, стоп, мне ключи Здесь помогло, стоп, стоп Давай, давай, давай Я не могу это просто Повредить мои глаза Господи, блин, ну Френ, пожалуйста Так, стол совсем неинтересный Если я вызову скорую Ну понятно, что они не помогут Стоп, а это что такое Клиника Освальда Главврач детской психиатрии Психиатрии Фил был здесь сегодня Так, так, так Бла-бла-бла, окей, стоп Доберись до ключа Хрюшка голодный Стоп Я достаточно уна, чтобы найти другое решение Мне кажется Фу, настоящая свиная голова Я не уверена, что с этим делать Так, подожди Охранника мы согнали Это значит, что все Значит, мы можем что-то придумать Блин Ну почему ты не можешь дотянуться до ключа Стать на стол Здесь бы помогло удлинение моей руки Блин, ну я Понимаю намек, Френ Ну проблема А-а-а-а Стоп, я тебя понял Я тебя понял Все Единственное, вот это нам может помочь Все Вот только вот эта хрень нам сможет помочь Не трогай мой мяч Я не знала, что он твой Должно склониться и гореть четче Ладно, давай попробуем Нам нужно как-то... Я склоняюсь перед вами, сэр Очень хорошо, дитя Какова цель твоего визита? Мне нужна трость Какая трость? Ты имеешь ввиду мой меч? Да, ваше высочество, ваш меч Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество Принеси мне замок и коня Только тогда я дарую тебе свой меч Какой замок, су... Ты охренел, что ли? Какой, к черту, замок еще? Ты что? Коня? Ну хорошо, коня мы принесем Я, в принципе, знаю, где коня-то А вот... А вот замок, черт подери, где мне замок-то искать? Ну, наверное, игрушечный, скорее всего, какой-нибудь Так, погоди Так Вот, блин Коня и замок Шестяк Пацан почувствовал себя в роли средневекового Какого-то типа Так, стоп Где-то, значит, тут Конь Туда-сюда Лучшая поездка в жизни Иха Вот нам бы его забрать, коня Дорогие друзья, оказывается, мы можем взять, походу, карандаши Подожди Мне очень нравится этот зеленый карандаш Можно его взять? Нет, тогда я не смогу Рисовать зеленым цветом Смешно Но у тебя и так много других Да, цветов много, но, знаешь, они не любят Когда я рисую Кто? Медсестры, они связывают меня И когда я хочу рисовать, я не могу Медсестры сумасшедшие Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно И появляется красное молоко О, вот черт Боже мой Пожалуйста, вылечи меня Останови красное молоко Я посмотрю, что можно сделать Так У меня есть пластыри Так Спасибо, можешь забрать карандаш Теперь иди, мне нужно рисовать Есть, у нас есть карандаш, дорогие друзья Так, подожди, а карандашом мы, скорее всего, можем Ага, замок, я нарисую что-нибудь особое для короля Отлично Так все намного проще, господи Дорогие зрители, отлично Так Хорошо Хорошо, хорошо, хорошо Так Значит Сейчас пойдем отдадим рисунок Так Так Ну-ка, ну-ка, где так использовать Отлично Это прекрасно, именно об этом я мечтал Можешь взять мой меч Он твой Боже, как нужно Нужно Мало счастья Вот, чтобы Обрадовался какой-то из наших Просто здесь друзей В этой психушке Ой, да Какие-то моменты игра очень тяжелая Дорогие друзья Вот морально Вот так Очень жалко персонажей Так Окей Так, погоди Мы можем так Значит Ну-ка Это тянулось, но трость слишком толстая Чтобы Ухватить ключик Так Объединить Ага Теперь я могу далеко дотянуться Назову его Охвататель 2000 Так Использовать Давай Есть Так Попался Теперь я могу открыть кабинет Отлично Так Кабинет Я так понимаю Двенадцатый Это отсюда Давай Отлично Так Это кабинет Ага Главврача Так Сразу ключик Давай-ка Возьмем Так Всегда хорошо иметь лишний ключ Это уж точно Френ Это точно Желтая пишущая машинка И каких картинок Или веселых загадок Блин Френ так всегда Всему Умиляется Вот той же Пишущей машинке Просто обычной Пишущей машинке Это прикольно Я люблю открывать писем Но они не для меня Да ничего Когда-нибудь мы тоже Получим письмо Октябрь и ноябрь Думаю Мы сейчас в октябре Интересно Что люди делают На таких собраниях Какой милый рисунок Хотела бы я так рисовать День тестов День тестов Всю неделю Интервью доктора Гира На работе с детьми Кот И другие важные сведения Наконец-то Опа Так Я видел это раньше Что это значит Пентаграмма Боже мой Вы не одиноки Присоединяйтесь Клиника Чего-то Освальда Конечно Так Стоп Кот Стоп Стоп Доктор Марсель Сигнализация Отключается В панели Безопасности Примемной Желтая дверь Будет открыта В течении Двух минут После чего Сигнализация Активируется Снова Сигнализация Отключается В панели Безопасности В приемной Хорошо Значит Код сигнализации 1725 Да Или как там Или как там Так Подожди 1725 Ммм А вот это что Так Декабря Тут зачерл А 17 декабря Стоп Подожди-ка Октябрь Ноябрь Вообще Пока не ясно Так Ладно Хорошо Сейчас попробуем Оу Фил Забытая девочка Без семьи И кота Умрет Когда Зайдет луна Что Ты имеешь Ввиду Эй Эй Ты что Наделал Фил Пожалуйста Выпусти меня Я не знаю Что это Стоп 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 Какого Хрена Так Обычно Сидит доктор И ничего Не делает Я ненавижу Эту кушетку Так Ну-ка Ключ не подходит Блин Черт Че делать Сволочь Че делать Дорогие зрители Так Может Че-то Мы найдем Подожди Давай в ведре Доктор Съел Яблоко Так Аааа MandNA Че делать Че делать Че делать Как Отсюда Выходить Как Выбираться Сюда Сюда Словно Ветер Думаю Там Есть Проход Вентиляции Блин Нужно Как-то Открыть Проход Тогда Я не могу это сделать Да понятно, что Нельзя, ключ не подходит Стоп, может под кушеткой есть что? Я не лягу здесь Да понятное дело, Френ Как нам отсюда? А, подожди-ка, пилюли Конечно же, пилюли О, боже мой Какого хрена Эта мёртвая девочка немного похожа на меня Боже мой, Френ, короче, нафиг Всё, выходим Вентиляция, возможно, это мой путь к свободе Интересно, Фил знает об этом? Я не знаю, Френ Но нам главное выбраться отсюда Просто выбраться и всё Чёрт Ох, эта крыса сильно ударилась головой Нужно дать ей шлем Ну, хотя это просто обычная мышец-крышец Так сказать Ой-ёй-ёй Я просто продолжу идти И идти Так, ой, Френ Пожалуйста, не упади Блин, это было очевидно, что мы рухнем Какую-то задницу Боже, где я? Думаю, мне придётся это выяснить Френд, просыпайся. Так, швабра. Так, швабра, отличный партнер по танцам. Так, коробка. Коробка открыта, посмотрим, что это такое. Плохие таблетки. Я приму их просто, чтобы найти котика. Я брошу, когда найду мистера помощи. Окей, желтые таблетки. Ха, они выглядят веселее, чем красные. Перчатки, так. Угу, ну, понятное дело. Эти таблетки, жесть. Нет воды, чтобы помыть руки. Всех детей здесь пичкают какими-то странными таблетками. Ха, чистящие средства. Ими следует... Короче, понятное дело. Понятное дело, тут все фигово. Так, подожди-ка, здесь что у нас? Закрыто, стоп. Может, это ключ от подвала? Ага! Стоп, чего, какого хрена? Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь слушаться... Эээ... Слушаться твой... Стоп, ты чё, угрожаешь? Так, слышишь? О, боже мой, френд... Упала... Вом... О, рак. Стоп! Косценка. Так, мой... Эээ... Дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю. Я скучаю по тебе. Моя дорогая, я так по тебе скучаю. Эх, котейка. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер полночь! Так... В конце лабиринта, френд. Котик нам даёт подсказки, дорогие друзья. В каких-то маленьких снах нам кот даёт подсказки. Я снова потеряла сознание, интересно, реальны ли мои сны. Монстр не отпустит меня домой. Но если я найду лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера полночь. Найдём! Найдём, не переживай, френд. Всё будет хорошо. Так, у нас есть ключ? Ага, мы открыли дверь. Хорошо, можем выйти. Это мы где ещё, чёрт подери? А это ещё что за комната? О, боже мой. Что если попили у леприи? Боже мой, там трубак какой-то. Кто это, сэр? Очнитесь. Боже мой, это... Вот это жутко. Чёрт подери. Пациент Роберт Кларк операционная. Лоботомия головного мозга. Доктор Роман Бейтс. Наблюдение. Наркоз не подействовал. Дойдя до лобной доли, пациент очнулся. Процедуру отменили, а она осталась незавершённой. Чёрт. Роберт Кларк. Это случайно не тот пацан, который вот там сидит с телеком. У него просто на голове шрам такой. На самом деле, обошло всё кругом. Подожди, стоп. Тихо, тихо. Да, я ответил. Отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Нет. А в кабинете доктора раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, дам знать, если он найдётся, но вы должны успокоиться. Да, я принесу его вам, если найду. Хорошо? Пока. Короче, ребят, надо быть как-то осторожным. Чё там такое? О, боже мой. Чего? Боже, какая жесть. Там какие-то вообще уже пациенты невменяемые, дорогие друзья. Они случаем не мертвы? Капец. Боже мой, я не могу в это поверить. Я уже в приёмной, великолепно. Но медсестра, я должна от неё избавиться. Что мне делать? Булочку! Булочку в путь. Так не пойдёт. Я уже в приёмной. Ну, Френ! Подожди, стоп. А если там Литос принять? В конце лабиринта. Лабиринта. Кожа до кости. Фу. Подожди, стоп. А здесь чё? Удержать ключей... Так. Короче, понятное дело. Тут нифига. Не могу вспомнить номер тёти Грейс. Блин. А чё делать, дорогие зрители? Подожди, а что если спуститься вниз? Это ещё чё такое? Боже мой! Ты не можешь и винить тех, кто невежествен. Мой жизненный путь отрицали. Чё мне с тобой делать? На булочку. Тьфу, не работает. Да, нужен, может, ключ тебе? Стоп. 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 Подожди, а чё делать-то? Боже. Подожди-ка, вот эта дверь. На самом деле обошла всё кругом. Ну, давай, может, тут? Ключ не подходит. А что если ключ подойдёт к этой палате? Нет. Да понятное дело, чёрт подери, что нет. Подожди. Как бы это жутко бы, наверное, вот, ну... Ключ надо проверить на всех дверях, наверное. Нет. К сожалению, нет. Так. Мисс Медсестра, надеюсь, вы скоро захотите в туалет. Надеемся, надеемся. Записка, о которой мне говорили. Должна быть панель сигнализации. Красный огонёк мигает. Записка, о которой мне говорили. Записка, давай пока изучим. Доктор Марсель. Код сигнализации 1725. Вот тут чего-то... 31. Вот 1725. Ну, что ещё может быть здесь за число? Так. Подожди-ка. У меня такая идея появилась. Я не знаю, может ли это сработать. Хрен его знает. Так, ну ладно. Опа! Вот, надеюсь, медсестра увидит мой ключ. Ага. Дорогие друзья, короче, блин. Иногда глупые мысли. Вот, знаешь, вот чисто вот такое в башке возникает. А что, почему бы нам просто не повесить ключ? Ну, вот у меня возникла тупая идея. И она сработала. Ох, ключ всё-таки здесь. Нужно отнести его назад. Так. Медсестра уходит. Окей. Чё у нас тут? Какой номер тёти Грейс нам нужно пускать? Выбраться чёртом это ходит. Тётя бабуся. Так, понятное дело, что сигнализация сработает, если мы уйдём. Поэтому нужно что-то решить с кодом. Введите четырёхзначный код. Семнадцать. Мне чего-то не хватает. Какого хрена? Стоп, подожди, подожди. Код у нас семнадцать двадцать пять. То есть, смотри, семнадцать двадцать пять. Короче, тут вот это тридцать один число. Я уже и такое, и такое вводил. Вообще ничего не идёт. То есть, декабря и июля. Двадцать пятое июля. Может, либо это месяц, типа. Может, месяц надо прибавить, типа. Окей. Июль это вот. Так. Блин, я чё-то вообще не понимаю. Июль. Так. Подожди-ка. Семнадцатая декабря. Семнадцать? Хорошо. Декабря. Это месяц какой? Это первый месяц. Это двенадцатая. Погоди. Семнадцать. Стоп. Либо это бред, дорогие друзья. Но сейчас это может сработать в каком-то смысле. Подожди. Семнадцать. Так. Подожди. Декабрь это двенадцатая. Ясен Пень. Двенадцатый месяц. Значит, смотри. Получается. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Подожди. Двадцать пятое июля. Так. Пожалуйста. Июль. Сейчас вспомни. Подожди. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Семь. Это седьмой месяц. Июля. Это седьмой месяц. Двадцать пять. Плюс семь. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать один. Тридцать два. Двадцать девять. Тридцать два. ура да я лучше я самая лучшая до фрэнбоу мы справились ты охренеть что за код в блин но просто в шоке я очень дожди две минуты у нас есть две минуты чтобы сбежать давай сбегаем вот дерьмо все пора валить засранка я заставлю тебя за это ответить черт что произошло боже мой ты умная девочка думаю что ты можешь просто так уйти нет 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 что не может быть нет фрэнт 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 вставай стоп это это мистер полночь мистер полночь прибыл фрэнт давай бежать не нужно добраться до лабиринта стоп 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 не уходи черт охрана пошла нас искать воу воу так мы должны как-то ходить так хорошо хорошо я иду за кого за котиком он идет сюда кт 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 не уходи ты так быстро так так где ты там так скорее всего он сюда поехал да 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 так не уезжай ты так быстро боже мой а там еще что за дерьмо ползает так что за 3 смать его так кт ты куда уехал то так скорее всего он сюда куда-то поехал так среди охраняют охраняют блин эй ты чё офигел так меня сюда загонять так ладно тихо тихо фрэнт я так понимаю походу под тенями подразумевается сраный охранник и доктора и они нас ищут просто и здесь у меня такое лично дура дурацкое ощущение просто что-то может быть так стоп подожди 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 так скорее всего нам туда так вот это лабиринт так хорошо можем тут постоять подождать когда тень уйдет да отлично ага вот какая-то труба получен достижение отлично в конце лабиринта ты их найдешь злобных тварей ночь эээ ночи мимо них не пройдешь смеясь за тобой они будут гнаться но все же тебе их не стоит бояться ведь кот полный гаек и болтов путь указать тебе готов да милый котик нам помогает а стоп фотка плевать на фотку так глава вторая часть 1 признаки любопытства окей хорошо дорогие зрители вот мы и боже мой еще чуть-чуть и да еще чуть-чуть мы бы попались только бы охранники не нашли трубу это точно фрэн это точно окей дорогие друзья на этом мы пока закончим данную серию значит все очень-очень интересно смогли мы сбежать из этой жуткой клинички это очень круто переходим мы уже ко второй главе на мое удивление первая глава очень быстро прошла продолжим следующей серии всем спасибо за просмотр мои хорошие подписывайтесь на канал делитесь этим видео ставьте большие пальцы вверх всем удачи всем бай бай что паааа blue т и и и и и и Продолжение следует...